Сегодня утром в дежурную часть ГИБДД поступило сообщение о том, что на улице Ботаническая на светофоре находится автомобиль Мазда, водитель которого спит за рулем. Машину управлял 29-летний мужчина. Полицейским он пояснил, что работал в ночную смену и направлялся домой. На светофоре остановился и как бы стремал. А кто разбудил вас? Сотрудники полиции. Постучались в окошко. Сотрудники ГИБДД убедились, что с ним все в порядке и он тресл, после чего отпустили мужчину. Автоинспекторы попросили водителя в следующий раз не садиться за руль в утомленном состоянии. К другим событиям. Здравствуй, счастливый обладатель красивого и дорогого автомобиля. Твой автомобиль может в ближайшее время лишиться стекол или того хуже колес. Это уже на наше усмотрение. Мы не преступники, просто студенты, которые хотят учиться, а денег на учебу нет. Чтобы с вашим автомобилем ничего не произошло, перечисли всего лишь 700 рублей. И в комментариях к платежу обязательно укажи номер автомобиля, чтобы мы вычеркнули его из своей базы. Такие записки автовладельцы нашего города находили на своих машинах. Неизвестные студенты в своих сообщениях взамен на 700 рублей обещали сохранить авто в целостности и сохранности. Однако чуть позже в одном из известных интернет-сообществ «Уан УД» данную информацию назвали фейковой. Другим происшествием. У «Уан Д» сотрудники полиции разыскивают родителей малолетнего ребенка. О том, что вечером на улице Антонова находится мальчик без сопровождения взрослых, сообщили бдительные горожане. В настоящее время личность ребенка установлена. Он помещен в реабилитационный центр. Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по розыску матери пятилетнего мальчика. Отмечу, мальчик плохо разговаривает, не зная данные родителей и места своего жительства. По данному факту проводится проверка. Андрей Слепнев, новости дня.